Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале! Сегодня, наконец-то, приезжает бабушка и мама. Я только что проснулась, время 9. Мне надо отдрать всю квартиру, что-то купить, чтобы когда они пришли, покушали или приготовить самой самостоятельно. Я думаю, может взять скумбрию, нарезать и готово копчёную. А спала я сегодня, кстати, вот здесь, вот в гостиной. Здесь безумно удобно. Этот диван, это просто как облако. Очень удобно. Я люблю, когда поверхность немножко жестковата. Вот не люблю вот эти кровати. У нас, кстати, в деревне кровати вообще с такой сеточкой. Получается, как будто ты спишь на гамаке, а просыпаешься утром, и вся спина болит. Но зато это кровать наследство от бабушки. Бабушке дали приданное односпальную кровать. Замуж выходит. Прикиньте, тогда не было двухспальных. Вот так вот лежу здесь. Сначала без этого одеяла была, потом притащила его. А ещё этот придурок насрал мне на кровать. Прикиньте, на кровать в моей комнате. Я его там оставила на недолго и пошла в супермаркет. Субтитры сделал DimaTorzok Ой, мои хорошие, пока я туда-сюда, время уже час. Сегодня воскресенье и 9 мая, День Победы. Поздравляю всех. Пью чаёчек с чокопаем. И сейчас чай вскипит. А вот и горячий, душистый чай. Быстро пью чай и в магаз. Сейчас надо по-быстрому сгонять в супермаркет. Позвонила маме. Она сказала, что они на полпути. Так что у меня есть ещё полтора часа. Хочу как-то накрыть на стол, что-то приготовить. И решила сильно не заморачиваться. Просто отварю картошку и куплю скумбрию. Будет идеально. Вот такой у меня лук. Мама последнее время говорил, чем дальше, тем больше похоже на бомжару. Но это такой оверсайз и так удобно. Мне нравится, как я выгляжу. Это самое главное. И ещё это очень удобно. И самое главное, нужно вынести мусор. У меня там, знаете, 4 пакета. В прошлый раз, когда я выносила мусор, у меня было 9 пакетов. Прикиньте, я такая с этими баулами. А эти пакеты ещё воняют. Я встречаю свою подписчицу. Она говорит, Лайка, привет, можно сфоткаться. Я говорю, как ты вовремя? Я похожа на чмо. Я здесь с 9 пакетами мусоров. Я даже не знала, что сказать этой девочке. В общем, в самый неудобный момент меня встречают подписчики. Мне, кстати, нужно купить обязательно новые кроссовки. Потому что те, которые я выбросила, они были просто шикарными. Но я просто их поносила в деревне. И они у меня настолько стали грязные. Это всё не отмывается. Я решила выбросить. И у меня осталось всего 3 пары кроссовок. Но все они дурацкие. Вот как эти. Хочу себе купить. Похожие на грузинские фунгали. Кто видел, пишите в комментариях. Обязательно. Либо завтра сгоняю. Возьму вас с собой. Посмотрим, где я их найду. Отстань. Отстань. Видите, как он ко мне пристает. Приставучий мальчик. Так, уже дома. К сожалению, на рынок пойти так и не удалось. Поэтому взяла по минимуму всего помидорки. Огурчик. Сосиски кёс для моей любимой. Клубнику взяла совсем чуть-чуть. Потому что была она, знаете, такая не очень. Кукурузку. И вот самое главное. Взяла вот рамен или ромен, как все говорят. Вот эта вот лапша, которая супер острая. Она просто очень острая. Будет мук-банк, хлеб чёрный и зелень. Здесь лучок и чеснок. Прикол в том, что... Смотрите, что он ест. Вот он ест. Он реально ест лук и зелень. Он обожает. Хотя здесь есть сосиски. Он не нападает на сосиски. Ему именно зелень подавай. Девочки, он веган. Успела только помыть клубничку. Мама позвонила. Сказала, что через 5 минут мы уже внизу. Такси уже подъезжает. Поэтому я бегу помогать им сумками. Как вы поняли, мама с бабушкой уже приехали. А вот и презенты. Здесь очень много сыра, молока и всего деревенского и полезного. После того, как любимая мамочка и бабушка приехали, если честно, мне уже было совершенно неохота продолжать снимать влог. Но у меня появилась идея. Так как у меня уже был материал, как я оформляю разворот в скетчбуке про Твикса, я решила его включить в концовку влога, чтобы влог не был совсем короткий, чтобы был хотя бы 10 минут. И вот как раз таки я оформляю разворот касательно моего котика Твикса. Эту идею мне подала подписчица, которую зовут Настя Федорова. Спасибо огромное, Настюша. Если у вас есть другие идеи, о чем можно рисовать в скетчбуке, какой разворот можно оформить, то обязательно пишите. А мама мне рассказала кучу просто сплетен из деревни. Я была просто шокирована в плохом смысле этого слова. У нас в деревне произошло несчастье. Мужчина убил свою дочь. Он это сделал на почве чести, или как правильно сказать, из-за того, что дочка изменяет зятю уже который раз. И он разозлился, как бы взял в руки нож. И я понимаю уже в который раз, что никогда не нужно действовать, следуя своим эмоциям. Лучше посидеть, подумать, поговорить, объяснить. То есть убивать это, конечно, не вариант. Да и вообще ничего не стоит делать на эмоциях. Я даже когда ругаюсь с кем угодно, хотя в моей жизни было по пальцам пересчитать таких ситуаций, я сначала сажусь, думаю, что я скажу, как день, второй, я это все обдумываю, потом уже делаю какой-то вывод и какой-то поступок. Да и вам советую, если честно, на эмоциях ничего не делать, потому что поступок уже совершен. Человеку уже грозит 14 лет колония строгого режима. А все почему? Потому что человек взбесился в какой-то момент, совершил необдуманный поступок и так далее. Поэтому все эти новости немножко, если честно, меня шокировали. Были и другие новости деревни, да и просто про людей, с которыми я, не знаю, играла в песочницы. Но это неплохие новости, больше даже хорошие какие-то моменты. Но все равно сидели, пили чай, я, бабушка, мама, обсуждали это, третье, десятое. И, кстати, мы хотим в ближайшее время, возможно, даже через недельки, две, опять поехать в деревню. И показать вам, как обстоят дела там. Я думаю, что вам будет интересно, потому что предыдущие видео про деревню набрали прям максимальное количество просмотров. Тем более, самое главное, я не сняла для вас хаус-тур бабушкиного дома. Там, кстати, есть кровать, про которую я вам рассказывала, которую бабушке подарили, как приданная односпальная кровать, знаете, с такой сеточкой. И эта кровать до сих пор у нас есть дома. Я вам обязательно ее покажу. И все-все-все, что есть в этом доме. Уверена, что вам понравится. Даже наши все родственники мне пишут, звонят, говорят о том, что влоги из деревни это просто топ. Так что обязательно буду снимать подобные видео для вас. Этот разворот я решила сделать в более таком минималистичном стиле. Не стало очень много чего рисовать. Много надписей здесь. Получилось очень мило. Твикс мамино сердце. Я всегда называю Твикс именно так. Дата рождения 25 ноября. На самом деле, я не знаю, когда он родился. Я его нашла 25 ноября. Поэтому написала так. 2020 год. У нас получается стрелец, по моим подсчетам. Сейчас только что его взвесила. Получилось 3 килограмм 100 грамм. 9 месяцев счастья. Есть у него сестренка, место рождения. И тут немного информации, которую он написал сам, своей рукой.